Сейчас начало октября, тихая, спокойная, холодная уже осенняя погода, но дождика нету, поэтому решил заняться разбором домика, что долго к нему некогда было прикоснуться, и вот сегодня закончил разборку крыши. Ну, это уже начало, можно сказать, что сделано. Часть уже сразу распилил на дрова, ну, а часть вот просто лежат, вот в такой вот живописной куче, ну, а часть уже вот готовые дрова, сейчас будут складировать их в поленницу. Как раньше уже упоминал, в прошлый год вот эта половина участка, вот где край теплицы примерно, является прибавлением к моему прежнему участку в 4 сотки, сейчас участок 8 соток. Вот здесь вот где клубника, была картошка, ну и так далее, вот подсобные помещения, решил я их оставить, восстановил, то есть это вот новый участок. Он был довольно запущенный, и более или менее за год, это было прошлый год приобретение сделано, за год был приведен в порядок. Но, опять немножко мне не повезло, потому что пропал окончательно мой сосед. Вот соседний участок, соседний участок 8 соток, и совсем не появляется ни разу за сезон, и вот видите, в каком состоянии этот участок. Только вот этот участок привел в порядок, и опять соседний такой же. Вроде бы он продает этот участок, ну не знаю, что-то желающих особо нету на него, домик практически никакой, так, небольшой летний шалашик, участок тоже 8 соток. Хотя есть и коммуникации все, и свет, и питьевой, и поливной водопровод, но тем не менее, и сам хозяин не занимается, и покупателей нет. Вот эти вот, можно сказать, очень густые заросли сорняков, конечно, большого энтузиазма у меня, как у соседа, не вызывают. Многие сорняки дали семена, и при ветре вот с этой стороны, конечно, вот на этот участок все будет лететь на мой. И придется все это пропалывать. Что делать в этом случае, я не знаю, уже неоднократно обращался к нашему руководству в садоводстве. Они сами не могут, по-моему, его найти, этого хозяина. И вот, может быть, какие-то меры будут предпринимать, вплоть до, я не знаю, изъятия этого участка и так далее. Пока ничего с этим участком не делается. Работа ведется, и я в этом не сомневаюсь. Сейчас у нас очень энергичный председатель, много он уже сделал. Но вот с этим участком пока ничего не происходит. Что делать с ним, я тоже не знаю. Кто-то мне раньше советовал, что, может быть, обратиться к участковому с заявлением. Ну, это, безусловно, нарушение какого-то административного кодекса, как минимум. Потому что нельзя содержать участок в таком состоянии, в запущенном. Если ты умеешь, ну, по крайней мере, должен следить за ним. Ну, не знаю, пока ничего такого не делал. Тем более, относимся мы не к городу, а к райцентру. Райцентр в 60 километров. Это туда ехать, писать заявление и что-то такое. Даже не представляю. Что-то мне это не вдохновляет нисколько. Хотел было сам уже взять все это, выкосить, перебрать. Но тут и на своем участке работы хватает. Только-только успел привести в порядок. Вот домик еще разбираю. Еще очень много работы. И, конечно, с этим участком заниматься мне абсолютно не хочется. Что делать в этом случае, не знаю. Может, кто-то что-то умное подскажет. У кого-то опыт такой есть. Как вот воздействовать на таких нерадивых хозяев. И, в общем-то, и не хочется отношения портить. Но мне очень, конечно, это неприятно. Мало того, что сорняки летят. И опять вот такой пейзаж у меня за забором. И забор вот этот он должен делать. Это его забор. Ну, не знаю. Забор, может быть, я и сам сделаю. Но все равно участок-то надо держать в порядке. Хотя бы 2-3 раза за сезон. Ну, не хочешь заниматься? Ну, приедь, выкоси ты его. Или попроси кого-нибудь. Что тут сложного? Ну, не знаю. Ничего на участке нет. Никаких не насаждений. Ну, вот только клены. Вот растут березка. Вот еще тут клены. И так далее. Тут еще пикантность ситуации. Некоторая состоит в том, что когда-то вот этот участок принадлежал мне. Это очень давняя история. Но скажу пару слов. Когда вот этот весь вот участок был 8 соток. Он принадлежал когда-то родителям. Был разделен на 2 части. Половина досталась мне 4 сотки. Половина другому хозяину. Ну, так случилось. Ничего страшного. Так бывает. И вот сейчас годами я вторую половину приобрел. И вот в то время, когда еще были живы мои родители. Это было довольно давно. По просьбе матери я приобрел вот этот участок. Тут старая хозяйка, ну, трагически погибла. Об этом я рассказывал в одной из историй. Кстати, про своего кота. Ну, что тут делать? Бывают всякие случаи. Вот здесь был домик. Он сгорел. Хозяйка погибла. И участок стал пустым. Никому не нужным. Ее родственники участком заниматься не стали. И предложили его нам. И я по просьбе матери повторюсь. Я купил этот участок. Ну, чтобы кому-нибудь, ну, я не знаю, передать потом в пользование. Потому что мне он не нужен был. И тогда даже. И в конце концов я так и сделал. Я передал одному родственнику своему. Он несколько лет его поддержал. И потом тоже, в общем-то, обстоятельства сложились так, что он его, ну, практически бросил. И в конце концов продал сначала одному хозяину. Тот года через три продал уже вот этому хозяину. И этот тоже заниматься не хочет. Вот такое невезение с этим участком. У меня даже были мысли купить и этот участок. Но он просто мне абсолютно не нужен. И зачем мне платить налоги и все взносы. Ну, потому что, ну, куда мне 16 соток? Мне 8 соток вполне за глаза. Это с учетом того, что здесь будет и зона отдыха и все такое прочее. 16 соток это очень много. Во всяком случае, для меня. И так-то приходится большую часть урожая раздавать. Ну, вот такая вот ситуация сложилась. Не знаю, что и делать. Ну, подожду до весны. Может, что-то как-то разъяснится. Ну, а весной, наверное, придется вопрос этот поднимать более решительно, в более резкой форме. Вплоть до каких-то, я не знаю, мер административного воздействия к хозяину. Ну, и так далее. Ну, мне никак не устраивает вот такое вот соседство. Ну, а погодка немножечко выправилась. Вчера весь день шел дождь, был сильный заморозок ночью. Но сегодня хорошо, можно и поработать. И вот сейчас, находясь на крыше, бросил взгляд на вот этот соседний участок. И решил показать его зрителям моего канала. Вот так, к сожалению, бывает. Но делать нечего. Я думаю, как-нибудь этот вопрос решим.